здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков сегодня гость нашей студии антрополог кандидат исторических наук научный сотрудник института манголовения небудологии и тибетологии бурятского отделения российской академии наук алексей игнать бураев алексей игнатьич добрый день добрый я вот с какой целью собственно вас пригласил сегодня к нам в студию да чтобы я в том числе и наши телезрители узнали а что же такое антропология вообще в принципе что это за наука такая и какое она имеет отношение к истории сейчас антропология делится на культурную и физическую культурной антропологии занимается в общем-то этнографии они занимаются тем как на дот их обычаи я антрополог физически то есть мы занимаемся изучением человека вот его физического облика его особенно вот это очень любопытно в чем заключается конкретно но это где-то на ум на уровне наверное я все-таки не знают же анатомии там физиологии чего там а история безусловно анатомию знать надо но я-то как раз то что называется исторический антрополог моя тема это историческая или этническая антропология то есть как раз я занимаюсь этногенезом кто от кого произошел и изменяю в основном черепа черепа древних людей кто проживал здесь на этой территории но вообще на территории этнической бурятии потому как это моя тема да и заниматься мне этим интересно безусловно и давайте тогда давайте начнем с того что кто все-таки проживал на территории этнической бурятии откуда нам отсчитывать ну я не знаю свое происхождение наверное можно так сказать я имею ввиду бурятского народа с каких эпох да и с каких мы не не с неандертальских естественно да вот примерно с каких веков до нашей эры после нашей эры когда сюда когда вы нашли черепа и определили их возраст как наиболее древний вот наверное так сказать можно до спросить точнее и в каком месте на каких раскопках это происходило ну раскопки во первых это эпоха неолита потому человек здесь проживал естественно не всегда но спали а лето точно древний человек здесь был есть ставали а лит это древний каменный век это 40 тысяч лет назад да ты сейчас еще все больше и больше вглубь уходят где-то до 100000 сейчас идут это я уже говорил надо у василий ван чаташака но человеческих останков годных для исследований нету их вообще нету то есть время уничтожил но люди то были потому что есть орудия есть я говорю есть стоянки есть даже какие-то культовые места а первым поле антопологический материал с эпохи неолита у нас появляется безусловно в каком месте были раскопки а кого вы там нашли раскопки по всей бурятии наиболее известно это фофановский могильник который копал еще михао михао герасимов достаточно давно раскопали фофановский могильник это вот это вот кабанский район да 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 недалеко от байкала он бы всемирно известный моили по фону пусть нелетические черепа нашли и от них можно считать что это наши далекие предки какому какому народу народности какой красе какой группе вообще человечество относились вот эти самые далекие предки на ваш взгляд и ксигнать да я уже говорил что сколько ученых столько и мнений но на мой взгляд на мой взгляд это были монголоидные черепа самая древняя это китайская культура какие племена и какие народу мы знать не можем письменных источников не было тогда как они себя сами называли и кто они такие были мы не знаем археологи определяется как китайская культура это китай это это река это памятник такой памятник где впервые это культура обнаружено в иркутской области потому эту культуру называется китайской были они у нас по фону вот на нашей территории находятся и это были монголоидные люди в которые по всем параметрам палеоантропологии вот как раз здесь генетику надо подключать будем надеяться что это произойдет что попали антропологии они вполне годятся на роль наших предков вот то есть с неолитом можно по крайней мере по данным палеоантропологии палеоантропологии выводить происхождение бурят и монгольских народов вообще то есть сейчас последнее время очень активизировались ну здесь последними событиями до всем известными связи с отъездом достаточного количества людей в соседнюю нашу страну очень много разговоров о все-таки единстве народа монгольского и бурятского я в данном случае имею ввиду как вы к этому относитесь какие-то истоки и почему так получилось что в конце в конечном итоге вот часть если общего монгольского мира до разделить это и калмыки сюда относятся насколько я понимаю да который вообще сжим за тысячи километров от наших мест скажем так это собственно территория нынешней современной монголии 3 ну будем так считать по-старому до три района бурятских на территории российской федерации ну плюс счет его насколько я понимаю 2 внутренняя монголия забывать надо да 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 конечно конечно да внутри монголия китай да почему так получилось почему такой разброс у одного собственно исторически сложившегося народа на тысячи километров на огромный совершенно территории я не знаю там если так вот объединить да я огромный просто просто огромное европейские государства карлики по сравнению с и конечно конечно любой европейская даже германия я считаю что здесь причины политические абсолютно правильно замечено владимир георгиевич что это странно но причины политически это четко известно что до того как появилась граница российской империи наши люди спокойно кочевали туда-сюда могли уехать летом перекочевать в монголию из монголии перекочевать сюда где трава погуще где надо плачешь диалекты наверняка уже были но друг друга все понимали то есть в принципе еще тогда это был один народ но в это же время калмыки отделились айраты калмыки отделились и ушли от кого-то там кто их там проводить то есть основатель калмыцкого народа эзен хан то есть айраты всегда были отдельным племенем в составе монгольских империй разнообразных и видимо кто-то из монголов из монгольских ханов их сильно прижал они племя было сильное большое собрались и откочевали вот и все а потом на подданство белому царю как и мы а когда граница закрылась всякие хождения были запрещены языки начали отдаляться да мы при прекрасно это знаем тут то что наболевшие с современными событиями мы знаем что было так было преддверие я имею ввиду югославию сербы хорваты это один народ а теперь язык у них это серб в общем все они сербы но политические и прочее это про германская настроенность хорватов а теперь злее врагов то их нету чем сербия хорват здесь слава богу врагами мы не стали потому что на монголию сильном влияние россии и монгольским мир сохранял какое-то свое единство наше закрыли здесь внутренней монголии закрыли китайцы все и получилось что это каким-то образом разные народы калмыкии вообще укатились очень далеко ну да недалеко но это было ну это в принципе это был выбор правильно один большой народ а те мнение которые существуют у некоторых наших ученых исследователей генетиков я имею ввиду я не буду называть фамилии естественно неважно абсолютно неважно но такое мнение существует что все таки мы и монголы это в разные ветви что мы ближе я имею ввиду бурятский народ резким ближе к корейцам причем это есть какие-то научные обоснования наказательства вот как вы к таким выводам у наших ученых относитесь и не считаете ли вы что здесь тоже политика лежит какая-то своеобразная такая или все-таки наука и политика в данном случае это две разные вещи взаимоисключающие разные вещи люди могут заблуждаться может быть я заблуждаюсь но по моим данным по данным при пороге это один народ все монгольские народы это когда-то один народ одно образование которое безусловно себя четко идентифицировала этнических культурно и прочее то мы можем это видеть у всех и у самых дальних калмыков берем и внутренних монголов юрт одни и те же юрт одни и те же образ жизни один и тот же а вот и утварь даже то вот кухонные там я не знаю до постельные принадлежности там что-то ну чисто для жизнеобеспечения вот тоже одинаково конечно я просто ну да я в монголии естественно был понятно я в калмыкии к сожалению не был пока еще но подозреваю что там то же самое тоже самое на сигна чего-то ваши три книги до древние тюрки монголии меня наиболее заинтересовал потому что самое красивое в данном случае самая красочная вот древние тюрки монголии тюркские племена о которых сейчас тоже очень много разговоров с активностью опять же тут политика никуда не денешь с активностью эрдогана с объединение которое он пытается выстроить тюркского мира до вокруг и соответственно турции это что и что такое тюркский мир тюркские племена всегда были на территории монголия всегда и как говорится в монголии кто сильнее тот и прав в монгольских степях было всегда так вообще для довести было так степно пространство да по-моему есть очень хорошие данные когда я забыл там 100000 юрт по-моему хуну ну то что ходила в мнению когда они воевали с синьбийцами и синьбийцы их победили а синьбийцы это монголы чистой воды они спокойно перешли ну очень простое объяснение к сидишь ты небольшая ставочка у тебя живешь родня живет три юльта стоят прискакивает тебе 100 человек говорят вот мы симбийцы парень а ты хун наверно сейчас будем тебя резать убивать он я симбийц звучу будешь нибудь буду ну тогда давай старших сыновей к нам войска а сам как пас так и почти здесь и он говорит все и потом кто бы не приехал как сейчас корреспондент бы пришел ты кто чистый смирится вот это было всегда то кто побеждал тот всю степь захватывал потому очень тесные связи между а вот этот памятник там только куклы там костей нету но безусловно изображение портретны и там там просто написано кто они такие нам дико повезло это тюркское племя алексей значит так все таки вот давай начнем вот с тех времен о которых мы можем говорить да не спали олита неолита нам еще с каких-то древних все-таки как вот шел тюрки гунны монголы или как это по-другому все это вот и если пластами вот так брать да как из одного народа название народа до преобразовывался в другое название в третье в конечном итоге мы сейчас говорим о тюркском мире а первый шаг первая ступень кто все-таки были гунны нет ну или как тут вот вы мне вот эту вот последовательность переименований народов передвижение народов или как-то вы можете объяснить начиная с хумну начинается начиная с хумну да вот этот процесс метисация он интенсифицируется безусловно здесь встречаются очень много различных людей так скажем наиболее видно это европе лодина примесь здесь числа пилы в полном полно захоронено в наших могильниках монголии это движение запада шло соответственно часть монгольских племен предков монголов они покорились силе покорились силе но часть ушла я предлагаю в район где-то в при альхоне и в при аргуне часть людей ушла часть покорилась просто но при всяких смешиваниях основа сохранялась и когда народ окреп на дальних окраинах и вернулся то они безусловно возвратились к своим и также с тюрками что-то осталось кто-то остался кто-то уже смешанные браки мы просто выбирал где вот у тебя мама тюрк папа монгол где хочешь там и остаешься тут все вообще очень сложно и вот здесь когда смешивается политика то есть да а в том что когда часть тюрок не поддалась естественно часть так скажем предков тюрок часть хумну не поддалась и с боями ушла на запад вот это великое присоединение народов часть осталось здесь часть ушла на запад и так было все время все время я же говорил что в при аргуне то ушли это точно но это ушла только часть часть так и оставалось здесь простые люди чем кому дать платить без разницы все как лишь бы лишь бы себе оставалось лишь бы себе оставался лишь бы тебя никто не трогал хорошо в чем отличие раз уж мы говорим конкретно об антропологии вернемся точнее вот трологии это вы говорите что вы специалист по черепам да да в чем отличие черепа европеоидного от монголоидного есть вообще-то какие-то конкретные такие вот серьезные отличия именно в строении черепа там в размер я не знаю в чем безусловно и почему самое главное с чем это связано это связано с тем что какие-то генетические особенности они ну когда люди лишены активного общения разделились огромное пространство потом когда создавались большие крупные государства они начали завоевывать друг друга а на какое-то время вот после неолита они просто разошлись и соответственно но это даже до неолита люди разошлись и у них появились свои особенности ну это понятно генофонд тот который вот здесь был он и передавался из поколений в калина западе на дальнем востоке он передавался из поколения в поколения и появились устойчивые черты ну и при рыбеоидов что рассказывать всем и так видно у нас более уплощенное лицо так скажем и вот такие но широкие скулы да он был вот такие потом более выступающий нос нос вот такой вот ну и все это видно почему поле антропологии является более-менее точной наукой мы же все это измеряем не просто вот так на словах посмотрел хотя это может сделать любой человек посмотрите ну любой человек русского бурята отличит прямо скажем по поле антропологии ты измеряешь специальными инструментами и все это прообретает математический статистический вид и сразу четко видно особенно когда это материал серийный что там разница сразу бросается в глаза там и особенности черепа есть то есть для нашей ревна но главное это уплощенность лица и носа и носовой области есть одентологические особенности то есть по это тоже две большие разницы то есть есть такие особенности которые в общем даже человек который не никогда эти черепов не видел но специалист посмотрев эти размеры сразу сказал это европеоидное это это монголоидные черепа были которые у нас встречались с неолита всегда во все эпохи в разные так сказать в разных пропорциях то есть в эпоху хунун наиболее большой перерыв был европеоидов сюда и часть из них осталось здесь вот это переселение с европейской части да из тепла в общем то где все все растет и все нормально шли сюда к нам в сибирь зачем ну во первых тюрки как известно образовались на алтай не так уж и далеко во-вторых там горы когда население увеличивается это это кочевники съели все на горах скотт расплодился пошли сюда в степи а здесь другие люди и тогда начали воевать и завоевали и распространяется станет часть ушла часть осталась потом эта часть вернулась и вот эти политические вещи государство крепло люди расплодились народу много и движение назад все понятно алексей еще один вопрос такой как изменяется вот человек человеческое обличие на ваш взгляд за последним допустим там 150 200 лет ну там сто лет я не беру потому что это вот позавчера был многие даже живы еще столетние там ничего такого заметных изменений нет а вот допустим 200 ну или там 300 лет назад есть какие-то серьезные изменения именно в облике человека в том же строение черепа проживающего на нашей территории там неважно уже европеоидная раса монголоидная раса в принципе есть какие-то изменения и на ваш взгляд если они есть конечно эти изменения чем они связаны это один из самых спасибо за такой насущный вопрос потому что это один из самых спорных вопросов в антропологии существовали две вещи братьеволизация это называется башка больше становится то есть мозгов побольше у человека это реально до какого-то времени считалось это реально но есть теперь есть серьезные люди не какие-то но раньше читалось два процесса то есть голова становилась шире и грациализация то есть мы становились тоньше кости становились меньше мы становились повыше вот то что повыше это никуда не средний рост увеличивается хотя по костям мы измеряли с нашим молодым антропологом которые остеологии сейчас занимаются там есть двухметровые ребята во все века встречались очень крупные но в целом в рост увеличивается в целом я считаю грациализация идет то есть есть такие черепа в древности как бы более моторизованы то есть погрубее покрупнее а мы сейчас и да другая другой более полный набор витаминов с этим вы связываете да разумеется а экология а экология у нас похуже безусловно сейчас здоровых людей то нету особенно среди молоди молодежи до согласен очень очень сложный вопрос и заключение нашего с вами замечательного алексей значит разговора я хочу задать такой вопрос он больше наверное политический хотя нет не знаю вам судите нашим телезрителям каково на ваш взгляд вот дальнейшее развитие вот нашей территории в связи с тем о чем мы выше говорили да как будут увеличиваться налаживаться связи между вот монголоязычными народами между вот тюркским миром как это все будет складываться это или это будут разные дороги или какой-то будет проложен один путь я не говорю там то о чем какую пропаганду сейчас проводит допустим си цзиньпин да и коммунистическая партия китая там один что-то путь там один пояс один путь ну что-то типа такого я не помню как правильно называется да и с другой стороны это эрдоган со своим тюркским миром объединением как вот наш то это с бурятскими виду в данном случае говорю наш бурятский как он будет себя чувствует в этом изменяющимся вообще каждый миг практически да я не говорю что про каждый день мире как мы будем себя чувствовать ощущать и какой у нас будет будущее если брать крайне отдаленные перспективы и ретроспективно возвращаться назад я уже говорил все мы вышли из довольно маленькие группы лиц и из африки это устоящее положение очень многие с ним спорят но большинство я говорю серьезно же жил за радиусом сюда дадим а там мы все разошлись все разъединились какие-то условия закрепили какие-то черты закрепились но а в итоге то мы все должны прийти к тому что мы опять станем одним целом и только это в отдаленной перспективе если живы будем потому как дальше живем тем больше в этом сомневаешься но если перейдет есть такая перспектива в отдаленном отдаленно будущем а сейчас я думаю политические реалии не дадут не туркам не китайцам сделать то что как бы захватить и смешать то то что называется раствориться в желтом море как китайцы там же тысячи народности и сейчас есть ну да и были большая часть из которых сейчас просто китайцы китайцы все везде на всех своих это свои корни забывают разумеется но сейчас здесь политики политические условия таковы что я как раз видел в киргизии в монголии где-то еще во всех в казахстане там везде турков полным-полно и они ведут очень плотно гряженную как они сдержанно агрессивную политическую работу ведут дают очень большие деньги везде крупные турецкие центры то есть вот здесь это но воевать он с нами пока не собирается не может читает тем более немножко поэтому в этих датистов все сохранится так что нам пока ничего не урожает я так полагаю и что пока статус-ку сохранится как оно есть сейчас так и будет достаточно долгий на наш век с тобой хватит ну я думаю спасибо большое все начище очень интересный на мой взгляд его надеюсь наши телезрители тоже это услышали и прочувствовали очень интересный разговор спасибо еще раз здоровья успехов всего самого хорошего накануне муть уже уже можно начинать поздравлять с наступающим сагалка точно за старым новым годом за совсем завтра еще один праздник и праздниками да спасибо уважаемые телезрители напомню вам что гостем программы актуальная тема на тв был антрополог кандидат исторических наук алексей бураев я владимир банщиков прощаюсь с вами всего самого доброго увидимся спасибо